приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы с вами делим внимание народным приметам традициям и обрядом на 24 марта поговорим о том что можно чего категорически нельзя делать также поговорим о церковном календаре о праздниках которые в этот день почитаются православной церкви друзья далее все более подробно а прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментарии напишите следующую волшебную фразу я ваше полное имя полна изобилия я притягиваю к себе изобилие со всех сторон эта фраза которая поможет вам сегодня сонастроиться с энергиями вселенной и так друзья 24 марта православная церковь почитает память двух выдающихся святых это сафрония это патриарх юрусалимский и святителя ефимия архиепископа новгородского эти святые служители примерами святости и добродетели для верующих оставили незабываемый след в истории церкви святой ефимий архиепископ новгородский родился благочестивой семье и самого юного возраста стремился к духовной жизни в юные годы он принял монашеский образ жизни был избран архиерейским экономом его административные способности смирение и бескорыстие были отмечены всеми кто знакомился с его служением по призыву общины монаха ефимий стал игуменом после чего был избран на кафедру новгородского архиепископа во время его служения восстанавливались храмы разрушенные пожарами и увеличивалось число богослужебных книг святитель ефимий также сыграл значительную роль в примирении новгорода и пскова с великим князем московским иваном 3 святитель ефимий отличался строгими правилами духовной жизни включая непрерывные молитвы и воздержание от пищи он был примером покаяния и смирения что привело его к почитанию как святого вскоре после смерти но спустя много лет после его кончины святитель ефимий по-прежнему почитается как святой на руси его тело осталось нет лему нетленным и он был канонизирован церковью сто лет спустя после своей смерти его жизнь и деяния остаются вдохновляющим примером для верующих по всему миру также обращаем ваше внимание что 24 марта православной церкви отмечается торжество православия один из значимых церковных праздников этот праздник отмечается в первое воскресенье великого поста которая также называется недели торжества православия в этот день празднуется победа православной церкви над ересью и восстановление икон и святых апостолов петра и павла во времена императора михаила третьего и патриарха мефодия 843 году это событие привело к завершении иконоборческого периода и восстановлению культового почитания икон православной церкви в этот день проводится особое богослужение известная как чин торжества православия также совершается литургия василия великого церковные службы посвящены празднику напоминает нам о важности единства вере и защите православия обращаем ваше внимание что в этом году у нас два черта марта выпадает на воскресенье это является особенным днем в православной традиции и за его связи с великим постом воскресе воскресные дни как вы знаете великого поста есть некоторые послабления отличающие их от обычного дней поста в эти дни верующим разрешается употреблять вареную растительную пищу с добавления масла это послабление нам напоминает о символическом отдыхе от строгости поста который призван укрепить духовную практику верующих далее друзья мы с вами уделим внимание народному календарю и в народной традиции этот день также имел свое уникальное значение которое отражалось и в названии и в народных приметах поэтому этот день получил следующее название антип зубник сафрон ефимии заря кукушка ефимов день этот день также считался важным для предсказания погоды на лето антип зубник или антип в зубку это одно из названий этого дня термин зубник связан с обрядом когда люди принимались за заготовку и хранение зерна чтобы обеспечить себя в будущем году и этот обряд часто ассоциировался с подготовкой к посеву а вот сафрон или ефимия почему назвали дело в том что это сафрон и ефимий это святые чья память чествуется православной церкви 24 марта святитель сафроний патриарх иерусалимский и святитель ефимий архиепископ новгородский служили примерами веры и добродетели для многих поколений их память напоминает нам о важности духовной жизни и служения ближним а вот заря кукушка как мы уже сказали ранее это еще одно название этого дня 24 марта которая была связана с природными явлениями и наблюдениями народной мудрости кукушка ассоциируется с приходом весны и сигнализировала о начале теплых дней и возрождении природы после зимы кроме того 24 марта считается важной датой для предсказания характера предстоящего лета народные приметы и по и поверья утверждает что состояние погоды в этот день 24 марта дает нам понимание о том каким же будет лето в целом поэтому согласно народным верованиям ясная теплая погода 24 марта обещает солнечное теплое лето в то время как холодный или дождливый день может предвещать прохладное и переменчивое летом в народной культуре приход кукушки в начале весны сопровождался множеством народных примет традиций которые связывали с этой птицей как вестником и влияли на поведение и восприятие людей также в этот период прилетали чибис и зяблики ну а сок начинался двигаться в березе появление кукушки становилось знаком приближения тепла и весны нашей культуре кукушка часто воспринимается как прорицатель и предвестник событий и и голос который раздается утром стал символом начала нового дня и времени для подготовки к появлению весны первое кукование кукушки в году обычно воспринимается как особенно важное событие с ним связываются даже некоторые традиции услышав услышав кукушку многие наши предки считали что в этот день обязательно нужно погреметь своими деньгами чтобы обеспечить себе финансовое благополучие в течение года это считалось своеобразным обрядом привлечения богатства изобилия и достатка в жизнь однако если другие верования этого дня которые были связаны с приходом кукушки например если кукушки прилетели до распускания листьев на деревьях это могло считаться знаком неурожайного года также считалось что услышав первый раз в году кукование кукушки можно загадать желание она обязательно сбудется но конечно же и есть обратная сторона народных примет этого дня это кукушкины слезы люди считали что если у кого-то вдруг портится настроение без видимой причины глаза становятся на мокром месте это было связано и вызвано влиянием кукушки таких случаях нельзя было унывать и лучше надо было отвлечься на что-то приятное чтобы избежать кукушкиных слез кроме того с сегодняшняя дата была пронизана тайнами и загадками которая открывала двери к великим возможностям народной мудрости 24 марта считается благоприятным днем для сведения и разведения мужчин и женщин в этот день знахари и колдуны традиционно проводили различные обряды читали определенные магические слова направленные на изменение отношений на выздоровление и защиту от болезней знахари которые обладали знаниями древних традиций и магии в этот день осуществляли различные ритуалы они читали магические слова для того чтобы у мужа возникло отвращение к сопернице призывали заговоренным дымом мужчину к женщине а также лечили болезни желудка печени и поджелудочной железы все эти обряды проводились строго до обеда в согласии с тайными циклами времени и силами природы также сегодня приходился день памяти священномученика антипа целителя от разных болезней и утешителя от зубной боли верующие обращались к нему с молитвами уповая на его помощь в исцелении и обретение утешения в страданиях священномученик антип становится символом надежды и поддержки для всех нуждающихся 24 марта это день который был насыщен традициями народными приметами которые в народной мудрости считаются благоприятными для привлечения изобилия и осуществления желаний и так что же нужно было сделать в этот день утром подготовьте небольшую горсть мелочи или монет и держите их при себе будьте внимательны и чутки к признакам окружающей среды как только услышите первое пение кукушки в этот день обязательно отдельно постучите денежками чтобы привлечь финансовое благополучие помните что это следует сделать как нам много погромче чтобы обратить на себя внимание денежных потоков верьте и в силу первого пения кукушки в этом году по народным приметам если вы загадаете желание услышав кукушку в этот день она обязательно сбудется пожелайте себе счастья успеха из чего-то конкретного что вы так долго желали и хотели но если вы увидите кукушку прошепчите о любви к своему избраннику народные приметы говорят что такие проявления чувств могут способствовать взаимностью и укреплению отношений для незамужних женщин на ефимия советуем сходить в лес и немного поплакать но что часто называли кукушкиными слезами этот обычный направлен на то чтобы избежать горьких слез от одиночества в течение года также за постарайтесь воспользоваться этим днем для для того чтобы заняться развитием проведите время наедине с собой обдумывая свои цели мечты и планы на будущее покажите заботу и внимание к вашим близким и родным выразить им свою любовь и поддержку посвятите время общению и дарите тепло своего сердца также возможно вы захотите провести некоторые ритуалы и обряды из которых были связаны с этим двум в соответствии с теми традициями которым передавались из поколения в поколение теперь давайте поговорим о том что же нельзя было делать 24 марта по народным приметам традициям и обрядом в этот день во время кукование кукушки не следовало разговаривать и даже думать о будущем это считается нарушением временных рамок и может привести к тому что задуманное или сказанное не сбудется в реальности услышав кукование кукушки нельзя задавать вопросы о том сколько времени осталось до конца жизни такие вопросы считаются неблагоприятными и могут притянуть к себе тяжелые болезни или невзгоды вместо этого лучше сосредоточиться на положительных мыслях и на желаниях 24 марта следует избегать негативных мыслей эмоций и действий поддерживайте позитивный настрой избегайте конфликтов или споров чтобы не привлекать негативную энергию в свою жизнь помните о том что важно беречь свое здоровье и хорошее самочувствие избегайте переутомления стрессовых ситуаций и излишней напряженности чтобы не подвергнуть себя риску заболеть или испытать какие-то душевные трудности матерям в этот день 24 марта не рекомендуется оставлять своих детей у родственников согласно народной примете это может привести к тому что ребенок станет капризным и плаксивым хотя это может показаться просто суеверием но многие люди все-таки стараются придерживаться этой традиции из предосторожности беременным женщина в этот день не рекомендуется давать взаймы яйца по народным поверьям это может привести к тому что схватки природок будут длительными и мучительными хотя это кажется странным для некоторых людей но знаете что наши предки старались соблюдать эти предосторожности и традиции кроме того важно в этот день не обращать внимание на атмосферу общую и окружающие обстоятельства старайтесь сегодня избегать конфликтов стрессовых ситуаций излишнего напряжения для того чтобы не привлекать негативной энергии также нельзя в этот день называть женщину кукушкой и считается что таким образом дети отвернуться от них это считается неблагоприятным знаком и может вызвать негативные последствия в отношениях между матерью и детьми также в этот день не рекомендуется выносить яйца на продажу многие из них могут оказаться тухлыми или испорченными что может вызвать проблемы с покупателями и негативно сказаться на вашем бизнесе лучше сегодня 24 марта воздержаться от торговли яйцами чтобы избежать потенциальных и неприятностей также в этот день следует воздержаться от ссор и скандалов с родителями ссора с родителями в этот день может стать причиной длительного конфликта а примирение после него будут проходить очень тяжело поэтому лучше уделите время миру и согласию в отношениях с родными в этот день запрещается и трохоть березы считается что у березы этого дня начинается сокодвижение и эти деревья становятся особенно уязвимыми поэтому лучше воздержитесь от того чтобы побеспокоить березы так вы не привлечете к себе неприятности и негатив негативные энергии кроме того вы ефима в день 24 марта воздержитесь от использования слова здравствуйте во время приветствия желание здороваться при произнесении этого слова может привести к противоположному результату и тот кто произнесет его рискует потерять свое здоровье вместо этого лучше воспользоваться другими приветствиями такими как добрый день или привет возможно даже на сказать хороший день также в этот день не рекомендуется желать кому-то здоровья это может привести к противоположному эффекту и принести нежелательные последствия поэтому когда вы сегодня поздравляете выбирайте другие пожелания которые не связаны со здоровьем также в ефима в день не рекомендуется забирать у кошки новорожденных котят даже если это кажется заботой о них или просто для того чтобы поиграть с ними кто осмелится на этот поступок впоследствии пожалеет а не об этом на такого человека может обрыв обрушиться непредвиденно куча забот и хлопот о близких а также ему придется решить проблемы своих друзей соседей или коллег друзья вот такой у нас с вами день 24 марта прямо сейчас ставьте лайк этому видео а в комментарии напишите следующую волшебную фразу я полна изобилия я притягиваю изобилие к себе со всех сторон ну а прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео